МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Опер ТВ, программу о работе кузбасской полиции. Сегодня в выпуске. Лаборатория смерти. Где находилось производство наркотиков преступного сообщества? Утром деньги, вечером на допрос. Оперативники задержали серийного мошенника. Сезон закрыт. Что делали 12 иностранцев в дачном доме в Кемеровском районе? Осень в полном разгаре. Сейчас самое время автомобилистам перестроиться на зимнюю манеру вождения. Более спокойную и аккуратную. Да и, кстати, пора доставать зимнюю резину. Снегопады не за горами. Но репортеры мобильного патруля сигнализируют, что на дорогах еще полно водителей, которым что снег, что зной, правила они не помнят и не соблюдают. Что им грозит и кто уже узнал цену дорожного невежества, смотрите в нашем первом сюжете. В Новокузнецке среди нарушителей на этой неделе оказался водитель автобуса. Двигаясь по кольцевой развязке, он не уступил дорогу попутному автомобилю. Неожиданный маневр едва не стал причиной аварии. А ведь это общественный транспорт, где безопасность пассажиров и соблюдение дорожной грамоты должны быть на первом месте. Сейчас это видео изучают сотрудники полиции. Следующие кадры были сделаны в областном центре. Водитель «Опеля» оставил без внимания красный сигнал светофора. Машина буквально пролетела через зебру, где в это время на свой зеленый переходили дорогу пешеходы. Теперь полицейские устанавливают лихача, чтобы выяснить причины подобной спешки. А вот автолюбитель на «Тойоте» неспешно двигался прямо по дорожке одного из городских парков. Отдыхающие здесь люди, среди которых немало детей, его ничуть не смутили. Такой автопроменад обошелся нарушителю в 2000 рублей. Если вы, уважаемые зрители, стали свидетелями дорожного хамства, вы знаете, что делать. Проект «Мобильный патруль» работает в любое время года. Присылайте фото и видео правонарушения в специальный раздел на сайте закон.дефискусбас.ру. Автор лучшего ролика ждет награда от Общественного совета при Главном управлении МВД России по Кемеровской области – видеорегистратор. Полицейские Прокопьевска задержали любителя бесплатного шопинга. В поисках подходящих товаров злоумышленник посетил сразу четыре сетевых магазина. Он выбрал себе одежду, обувь и два электротриммера. Вещи прятал в свой пакет и выносил без оплаты. Общий ущерб – более 40 тысяч рублей. От стражей порядка подозреваемый пытался скрыться в Новокузнецке, но безрезультатно. Сейчас эти кадры изучает дознаватель. Фигуранту грозит два года лишения свободы. К слову, он подозревается в совершении аналогичных преступлений в других городах региона. Кузбасские полицейские подвели итоги операции «Нелегал». Ее цель – выявлять мигрантов-нарушителей. Дюжину иностранцев, проживающих не по правилам, стражей порядка обнаружили в пригороде областного центра. Рано утром сотрудники уголовного розыска и подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по Кемеровскому району при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии вошли в дачный дом одного из садовых обществ. Таким гостям здесь явно были не рады. Это и понятно. 12 мигрантов проживали не по месту регистрации. В итоге полицейские составили на каждого по протоколу. 11 нарушителей уже заплатили штрафы, а вот один в ближайшее время отправится на родину. Это задержание – лишь одна десятая часть всего, что сделано за время операции. За 4 дня операции сотрудниками полиции было выявлено более 300 нарушений законодательства в сфере миграции. Преимущественно нарушение правил въезда в Российскую Федерацию и режима пребывания и проживания иностранных граждан на российской территории. По отношению 29 иностранных граждан принято решение об их административном выдворении за пределы России. Если у вас есть информация о фактах незаконного пребывания в Кузбассе иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщите ее на телефон доверия управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Кемеровской области. Номер вы видите на экране. Есть женщины в русских селениях. Новокузнечанка похитила детский велосипед с парковки у торгового центра. 53-летняя горожанка буквально одной рукой порвала противоугонный трос и забрала велобайк. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемую. Она призналась, что хотела продать транспорт, чтобы заработать, а в результате получила уголовное дело и перспективу провести в колонии два года. Велосипед полицейские вернули юному владельцу. Во все тяжкие пустился житель Новосибирска и организовал преступное сообщество. Его участники обустроили нарколабораторию и запустили сеть сбытосинтетики по всему Кузбассу. Деятельность драгдилеров пресекли сотрудники полиции. Что теперь ждет участников преступного бизнеса, расскажем в следующем сюжете. Считанные секунды остаются до штурма. Полицейский спецназ готовится брать в одном из сел в Яшкинском районе дом, в котором проживает супружеская пара пенсионеров. По оперативным данным, глава семейства работал под прикрытием и организовал в своем жилище настоящую нарколабораторию. Супруга злоумышленника в шоке. Ведь она думала, что муж работает на стройке. По крайней мере, он сам так говорил. Однако всю правду женщина узнает из постановления на обыск в ее доме. Оказывается, супруг изготавливал и сбывал наркотики. К тому же не один, а вместе с сыном. Вот фрагмент их переписки. Товар есть, реагенты есть. Так что мне в два раза надо быть осторожнее и хитрее. Сын, извини, что опять про это говорю. Надо за П, чтобы мне нормально двигаться. Хорошо. Это ты на стройке расходил? Ну, естественно. Полицейские надели на изготовители синтетики наручники. Оперативники выяснили, что он и его сын входили в преступное сообщество наркоторговцев, которым руководил 28-летний житель Новосибирска. Вскоре стражи порядка задержали основных его участников – всего 11 человек. Операторов, курьеров, вербовщиков, а также администраторов. Запрещенные вещества они сбывали через сеть так называемых закладок в городах Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, а также в Яшкинском районе. При этом в целях конспирации все участники группы общались через интернет. В организованной кузбассовцам нарколаборатории полицейские изъяли около одного килограмма изготовленной синтетической соли, а также оборудование и прекурсоры, которые использовались для синтеза запрещенного вещества. Сейчас уголовное дело в отношении семи подельников расследовано и направлено в суд. В качестве максимальной меры наказания фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. А в Юрге оперативники Управления уголовного розыска кузбасской полиции провели спецоперацию по задержанию мошенника. Злоумышленник разместил объявление в интернете о продаже акустической системы. Одному из клиентов он ее действительно продал, но звонки от желающих приобрести аппаратуру продолжили поступать на его телефон. Аферист поспешил погреть на этом руки и стал требовать созвонивших предоплату на свою банковскую карту. Доставить уже несуществующий товар он обещал сразу после поступления денежного перевода. Полицейские выяснили, что на уловки мошенника попались как минимум 8 покупателей, которые перечислили ему в общей сложности 33 тысячи рублей. Теперь задержанный стал фигурантом уголовного дела и может провести в колонии ближайшие 5 лет. Уроки этики и морали преподали жильцы кемеровской многоэтажки постояльцам одной из квартир. Горожане пожаловались в полицию, что соседки освоили древнейшую профессию и принимают клиентов прямо у себя дома. В ходе проверки стражи порядка обнаружили по указанному адресу сразу пятерых жриц любви. Каждый из них полицейские выписали протокол об административном правонарушении. Если вам известно о подобных нехороших квартирах, звоните в полицию. Любовь без границ. Уроженец Египта стал гражданином Российской Федерации. Причина – горячие чувства. И не только к нашей стране. В Сибирь он приехал вслед за своей возлюбленной. Сотрудники подразделения по вопросам миграции мисковской полиции помогли ему получить гражданство в упрощенном порядке. Счастливый россиянин строит планы на будущее и благодарит полицейских за участие в его судьбе. Я очень рад. Сегодня специальный день для меня. Сегодня как праздник для меня. Потому что у меня есть российский паспорт. Это очень хорошо для меня. Я очень-очень рад. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok